здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галина конышева продолжаю тему сатанинская скульптура метро выставочная 3 часть благодарю всех кто поддерживает мой канал подписывайтесь на мои соцсети телеграм-канал ссылки даны в описании третью часть я готовила как скрытие то есть самой структуры сатанинской которая начала прорастать еще в советские времена особенно сразу после смерти сталина я хочу сказать что она была и до даже великой отечественной войны и в некоторых военных фильмах это все попадает и но это было так скрыто что называется они боялись открыто выражаться и ставить свои знаки и символы но после смерти сталина вот стало это активно продвигаться не без помощи того же самого хрущева который якобы якобы топал ногами и был против всего этого но прежде чем перейти я получила письмо от одесситки татьяны фамилию я называть не буду поскольку сейчас идет военная операция одесситы в общем то особенно те которые поддерживают связь с нами они могут подвергаться всяким гонениям тем не менее я благодарю за информацию вот что она мне написала как раз в связи со скульптурами эрнста неизвестного галина здравствуйте посмотрела сегодня ваше видео но это от 10 мая письмо посмотрела сегодня ваше видео о сатанинской скульптуре москва сити благодарю вас за великолепное расследование у меня мозг закипел и прошла параллель с одессой чем больше смотрела и слушала вас тем больше понимала что происходит в одессе излагая кратко и по сути подробности вы можете прочитать в интернете у нас городе 9 мая 1995 года перед зданием морского вокзала открыт памятник золотой дитя работы эрнста неизвестно кстати они открывают это на зло как бы за вазло они наши они наши праздники стараются забить своими символами поэтому 9 мая в народе это убожество прозвали киндер сюрприз и жертва борта способствовал этому тогдашний мэр едуард гурвиц мы не проживающий на своей исторической родине в израиле с двух сторон видны две якобы пирамиды под этой площадью где стоит памятник расположен концертный зал зимой же годно там проводят бесплатные детские новогодние представления за этим памятником находится гостиница одесса и и еще позже назвали кемпинские и и открыли в день дурака 82 метра высотой имеющая шпиль это здание более 10 лет не эксплуатируется там нет отопления все законсервировала проще говоря это здание призрак ниже я вам дам ссылки на то как и кем это было построено здание скорее всего нужно давно сносить но оно продолжает стоять и выполнять свою функцию естественно не гостиничную вокруг памятника этого здания по часовой против часовой стрелки ходят люди гуляют туристы шпиль как передающая энергию антенна напротив расположена потемкинская лестница зимой во время еврейского праздника хануки наверху лестницы справа дюка устанавливает девятисвечник вокруг ходят тысячи людей на фото видно здание гостиницы призракой напротив свечу надеюсь я чем-то помогла вам в изучении данного вопроса буду рада ответить на вопросы может быть что-то смогу добавить к теме простите за сумбурный текст пишу о мысли кипят с уважением татьяна я хочу сказать что некоторые ссылки вот конкретно по теме не работают вот по википедии мы посмотрим а вот эти ссылки они не работают сейчас с украины но у меня по крайней мере но тем не менее я навела справки сейчас мы посмотрим эту скульптуру и сделаю не некие выводы общие выводы а потом перейдем к теме фильмов то что в одессе устанавливает вот так явно иудейские символы ветхозаветная и вот та самая скульптура называется золотой мальчик якобы золотой мальчик но сейчас мы немножечко информацию по этой скульптуре найдем к сожалению картинок вот каких-то более точных у меня нет мне немножко помогли помогли с этими картинками но найти что-то более более хорошего качества чтобы посмотреть со всех сторон как эти пирамиды расположены но вот они видны вот вот эта пирамидка потом там с другой стороны еще одна пирамидка здесь некие медальоны тоже странноватая и вот эта фигура золотого мальчика хочу сказать что название золотой мальчик опять-таки эрнста неизвестные позаимствовал и там называется плагиат название потому что до него уже было несколько золотых мальчиков но вот он решил своего золотого мальчика создать и сейчас посмотрим как он это все объясняет золотое дитя называется бронзовая скульптура эрнста неизвестного установленная на морском вокзале городе одесса эрнст неизвестный задумал скульптурную композицию золотое дитя по случае празднования 200-летия города одесса еще 1944 году скульптор бойцом красной армии побывал незадолго до этого освобожденной одессе его поразили разруха в городе но крепость не сломленного духа одесситов прошедших через два с половиной года оккупации этот контраст запомнился будущему скульптору и задуманная композиция выпадала из традиционной стилистики автора трагичной напряженной и динамичной скульптуры ребенка нежная мягкая округлая но вместе с тем в ней уже ощущается сила будущего гиганта золотое дитя по замыслу изначально предназначалась именно для десы должно же думал я где-то в россии сохранится элементы оптимизма это могучий ребенок что-то вроде малегова гаргантюа он как надежда появляется из цветка или может быть вылупляется из яйца словом он символизирует нечто новое нарождающийся чему принадлежит будущее на это во всяком случае мне хочется надеяться я впервые за свою жизнь создал монумент в светлом радостном романтическом ключе золотое дитя яркий солнечный образ рождающегося гиганта надежда на процветание будущего вольного города значит на данный момент 95 году это еще не вольный город судя по вот этой речи вот этой сладкой медоточивой речи эрнста неизвестного да еще значит был одобрен городскими властями во главе с мэром одессы эдуардом гурвицем вот он этот товарищ эдуард иосифович гурвиц я получил официальный заказ и начал работать рассказывает автор на скульптурную работу пятиметровой высоты мне отпустили гигантскую сумму но за инфляцию эти деньги превратились в ничто можно считать что я сделал золотое дитя бесплатно как мой дар одессе совместно с эрнстом неизвестным на скульптурной композиции работал одесский скульптор михаил рева элементами композиции являлись монеты и ветра по проекту неизвестного скульптуру ребенка должны были окружать 4 ветра ну сейчас мы посмотрим есть тут какие-то ветра эти ветра были исполнены михаилом рева форме бронзовых медальонов установленных у основания памятника гипсовую модель памятника по частям перевезли из студии скульптора в нью-йорке океанским судном в одессу из одессу доставили в киев где на заводе монумент скульптура по гипсовым формам были отлиты бронзовые детали которые были собраны единое целое установлено над риском морском вокзале открытие памятника было приурочено к 50-летию победы великой отечественной войне памятник был торжественно открыт 9 мая 1995 года на открытии присутствовал сам автор монумента четырехметровая фигура мальчика стала самой большой мире фигуры младенца скульптура получила народное название гурвиц чреве матери в общем народ не принял эту скульптуру горожане не приняли но гурвицов и неизвестных их в общем-то иудеев или кто они там сионисты или кто они там сатанисты не знаю вообще не интересует мнение народа их интересует только свое мнение мы это уже поняли даже по тем комментариям которые мне присылали они на на мою критику так сказать хотя я не критикую я просто показала я просто показала эту скульптуру без всякой критики то есть имеющие глаза да увидят но вот и мне нравится что мы критикуем что мы не принимаем вот это искусство потому что мы ничего не понимаем но они то у нас разбираются но вот так вот не повезло с народом что называется с русским истотным коренным народом многонациональным вот этой небольшой собственно говоря кучки людей которые не считают россию свою родиной и как только где-то чего-то забрижет они тут же куда-нибудь убегают ну бегают по всему миру в надежде лучшей и легкой жизни такое вот есть такое паразитарная народец не все евреи такие это не относится ко всем евреям не подумайте сейчас скажут что там какая-нибудь антисемитка хотя семитские народы это и арабские народы том числе и как лавров сказал что антисемиты есть самые главные евреи это ротшильды модшильды все барухи все самые богатые семьи это еврейские семьи все масонские семьи это еврейские семьи поэтому вопрос не к нам а сами разбирайтесь со своими вот этими ребятами а к трудовым евреям нормальным евреям у нас такое же уважение это такие же наши люди замечательные очень многие очень многие не поддерживают вот то что творят вот эти сионисты не общем-то дискредитирует большой советский еврейский народ так вот это вот такая у меня тирада была потому что приходится все время оправдываться пока так значит что мы здесь увидели в этой небольшой информации о том что панель немножечко ранс неизвестный по поводу того что ему выделили гигантскую сумму смотрите живет он в нью-йорке в сша и получает заказ на огромную гигантскую сумму вот нету больше в пост советской украине но нету скульпторов нету в самой украине я не уж не говорю про адресу а вообще в других городах вот но нету скульпторов которые бы могли создать что-то достойное какую-то достойную скульптуру к пятидесятилетию освобождения одессы вот и одесских своих собственных скульпторов не нашлось вот надо было гигантские деньги высылать эрнсту неизвестному который он плачется о том что они сгорели в инфляции хотя я думаю что это опять таки ну чистый чистое вранье потому что если он живет в сша то ему скорее всего заказывали в долларах ни в каких там не гривнах или еще каких-то деньгах и доллары они в общем то ним не должны были сгореть в инфляции а наоборот должны были увеличиться в сумме но вот 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 таким образом то есть я не думаю что ему гривнами платили если он живет в америке значит ему платили в долларах и сгореть в инфляции они никак не могли вот даже здесь вот он панель якобы он такой бессеребренник у нас теперь по поводу названия я уже говорила что но здесь он золотое дитя ну хорошо был золотой мальчик а здесь золотое дитя есть вот золотые мальчики первый он был поставлен в лондоне посвящен лондонскому пожару 1666 года тоже интересная эта тема этих мальчиков золотых потому что вот скульптура золотой мальчик расположена примерно на том же месте где великий пожар в лондоне в конце концов потушили после того как он уничтожил около 70 тысяч из 80 тысяч домов на территории старого лондонского сити а считается что пожар начался в пекарне ну и так далее опять тоже это был какой-то странный пожар в лондоне похожие на пожар который был недавно в калифорнии как вот который был создан каким-то лазерным лучом когда дома зажигались сгорали изнутри а деревья допустим рядом могли оставаться целыми и такой выборочный пожар какие-то дома горели какие-то не до не горели люди сами говорили что не горели какие-то кошерные дома но вот если я вот я это говорю то что было в информации по поводу пожара в калифорнии опять скажут а ну что есть то есть вот короче говоря тема золотого мальчика посвящена какой-то очень большой трагедии где погибают много людей на что пожар это не просто дома уничтожает там гибнут люди еще один золотой мальчик это уже был у нас скульптура народного художника ссср михаила а никушина она предназначалась для мемориала героическим защитником ленинграда в годы блокады но скульптура эта сама не дожила то есть ее не поставили она стала оставалась только в гипсе и она похоже не сохранилась вообще итак тема золотой мальчик это тема когда ставят эту скульптуру там где погибло очень много людей и здесь идея этого мальчика вот как он говорит при этом он как другие источники оценивают роль мальчика в замысле скульптуры этот ребенок должен был сбегать вниз по лестнице внутрь как олицетворение жизни возвращающийся в город но смотрите принципе перекликается с тем что писал эрнст неизвестный то есть так сказать упор сюжет что называется и фактически даже описание этого мальчика то есть там тоже лестница потемкинская лестница здесь тоже лестница дальше он пишет о никушин я долго думал что поставить центре композиции однажды уже во время работы над памятником мастерской бежал мой внучок пятилетний андрияшка адрияшка и я вдруг отчетливо понял символ найден именно фигурка маленького ребенка его крохотная жизнь должна объединить всех этих больших и мужественных людей фашистское офицерье призывало своих солдат уничтожай кроши руби во славу хюрера и пусть твоя совесть будет чиста а мы боролись не ради славы мы боролись ради жизни ребенок для меня эту непобедимую жизнь символизирует и мы видим действительно вот вполне симпатичный мальчик обычный мальчик но просто живой нормальный мальчик вот он вот эта фигурка мальчика ну и идею собственно говоря здесь позаимствовал эрнст неизвестный вот такая якобы нежная скульптура на самом деле уродливая на ребенка не похож похож больше на уродца на карлика на какого-то больше он похож чем на ребенка потому что ребенок не обладает такой мускулатурой даже если он пытался сказать но это же но все равно как это не знаю адекватность должна какая-то но мы уже поняли что эрнст неизвестный он у него отсутствует всякая адекватность и вот и из чего-то он выползает вот если это матка то ну не знаю чья это матка и откуда он выползает и на яйцо это не похоже и на женскую матку это тоже не похоже действительно уродство некое уродство но должен был получить гигантские деньги за это дело вот они эти пирамидки вот это уже вторая пирамиды у нас вот так где-то и медальоны 4 ветра на счет четырех я здесь вижу один большой медальон и пять других медальонов ну да красотой гармонии это не отличается и не вызывает никаких чувств в памяти возрождающейся жизни памяти жертвам жителям одессы которые погибли в период оккупации вот так поближе ну урод какой-то жуть просто просто жуть и вот за это надо было отвалить какую-то гигантскую сумму какую нам нет не назвали здесь лучше видно это уродство на младенца он никак не тянет что-то вот опухоль здесь на голове ты больше похоже на взрослого карлика который откуда-то вылезает из какой-то тоже уродливой структуры но это в его духе его силе еще раз посмотрим вот такие он любит эти вещи вот еще одна картинка из письма вы знаете я даже не собиралась это вставлять фильм потому что только сейчас когда я монтирую фильм я посмотрел на эту картинку другими глазами я что-то до этого в письме ее не видела сейчас посмотрела все картинки и вот я вижу что если символично вот это острие это как бы колени женщины вот она здесь рожает вот это монстра вот этого или женщина или чьи это там колени ну короче выходит она выползает да вот уже само по себе даже даже намеки они какие-то сами неприятные некрасиво дело в том что это морской вокзал это морской вокзал и это здесь нам показывают морское право главенство морского права будь что еще здесь заложено они таким образом утверждают в символике себя что они пришли откуда-то вот смотри это вот пиратская такая символика именно на фоне морского вокзала прибытия но это не человек все таки поэтому мы можем к себе это не относить и на свой счет это тоже не относить но это их намеки которые они нам пытаются везде внедрить вот это свое морское пиратское право и в этой картинке я это вижу и вот эту фотографию в чате телеграм прислали подписчики я попросила медальона найти вот только такая фотография нашлась что это за четыре ветра совершенно непонятно но у них вообще не понять потому что их вообще не не возможно понять эту логику ненормальных людей шизофреников больных людей на всю голову что они однозначно больные люди мы это уже понимаем по всех их скульптурах по все по всему этому так называемому искусству великому и большому и вот что здесь за четыре ветра хотя здесь пять неких монет таких медальонов но одна екатерининская можно наблюдать две маски перевернутые здесь тоже два якобы ангела перевернутых или кто они там тоже непонятно к какому огороду к чему это все этому золотому дитя с вот с такими гипертрофированными органами которые не дитя вовсе с опухолью в голове тут с раздутой какой-то головой уродцем ну как эрнеста он это в себе это видел так он в общем-то это в свою внутреннюю уродскую суть он проявлял а все сатанисты которые во власти они залезли во власть они это все уже демонстрируют информационному полю пространство на людей вообще плевать они таким образом программируют пространство они его они его уродуют вместо того чтобы гармонизировать они это уродуют если это все убрать то это будет просто природа который сама по себе гармонична потому что бог уродства в природе не допускает природа прекрасно все уродство идет вот от этих хабадников от этих сианистов от этих непонятных откуда они сами произошли которые имеют отношение как они говорят к еврейскому народу не знаю наверное к еврейскому народу они тоже отношения не имеют непонятно кому они вообще имеют отношения ну и здесь вот еще бараньи рога сатанинская символика здесь вообще не не видно что это такое трудно прочитать качество не позволяет и на этом медальоне тоже не совсем понятно что изображено ладно не будем мучиться собственно говоря нам это не понять и не стоит особо заморачиваться потому что когда мы вычленяем это как не наш как то что мы не принимаем в себя то это разрушается их суть сама разрушится ты неизбежно будет разрушаться потому что она не вписывается божественное пространство природы земли не вписывается чтобы завершить эту тему давайте вернемся еще раз скульптуре версия скульптуры золотого дитя эрнста неизвестного о том что он здесь побывал в освобожденной одессе в 44 году когда он был бойцом красной армии я нашла на сайте солдат точка ру сведения об эрнсте неизвестном да здесь все совпадает дата рождения призывался он из узбекистана гвардии младший лейтенант и и место службы 260 гвардейский стрелковый полк 86 гвардейской стрелковой дивизии если я правильно но то что он награжден орден красной звезды но это уже сведения сведения 2018 года действительно он был награжден совершил он этот подвиг или что это надо проверять нет ли здесь подлога какого потому что он очень много набрал своей биографии этот эрнст неизвестный даже вот по небольшому такому легкому вот то что я в своих фильмах показала это вот прям буквально свежие то по следам мы видим что он и авантюрный и лживый довольно лживый человек очень много себе подвигов приписывал и то что у него там был поврежден позвоночник два позвонка было выбито если бы они были выбиты то он бы был инвалид он бы никуда не дошел и был бы лежачий он дожил до 90 с лишним лет и здесь давайте посмотрим боевой путь вот этой 260 гвардейской гвардейского полка вот есть такая карта показан этот путь уменьшил и вот вот откуда он шел этот гвардейский полк 260 вот его путь и мы видим что он проскакивает одессу вот аж где вот где он ее проходит то есть он никак не мог побывать в одессе он и здесь слегка соврамш для красного словца для легенды по поводу этой скульптуры который в общем то заказал мэр города который потом сбежал в израиль что заказать больше некому было это уродство для одессы для горожан одесса жемчужина у моря но вот кому-то не хочется чтобы одесса была жемчужина у моря кому-то хочется ее изуродовать мы знаем кому потому что имена все написаны и до сих пор вот это уродство в одессе стоит хотя мэр этот сбежал как и уродство в московском метро выставочная такая же уродская фигура неизвестного поставили ее еще при лужкове благополученько она стоит при собянине и несмотря на то что люди увидели и ужаснулись и все это пока пока вот так вот и стоит но это потому что мы этому всему позволяем нам надо более активно заявлять свои права и становиться хозяевами своей земли и очищать ее от всякой скверны не давать им моральным уродом внутренним не пойми откуда произведенным этим неизвестным даже фамилия у него неизвестная потому что неизвестно от кого он сам от кого его этот род этого этого отца потому что по поводу мамы мы поговорим следующей части в другом фильме потому что в этот фильм уже все не помещается потому что здесь есть еще по одессе одна скульптура которой надо обязательно сказать это уже свеженькая современная и эту скульптуру мне прислали опять-таки подписчики когда искали медальоны вот по поводу вернста неизвестного вот этого золотого дитя и наткнулись на другую скульптуру тоже тоже в этом же стиле ну так вот по поводу одессы в сорок четвертом году он здесь сюда попасть никак не мог мы видим что путь прошел мимо он наврал это вот еще одно чудо чудное в одессе я прислала мне подписчица в телеграм-канал вот пока листала памятники напоролась на этом городском саду поставили то в парке в городском саду одессы появился памятник виде коронавируса золотой вагиной пандемии домашнего насилия виде коронавируса золотой вагины об этом сообщает портал вот такое чудо видите там сзади колесо обозрения то есть вполне себе детский аттракцион дети любят кататься на таком и рядом рядышком совсем вот это вот 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 это даже тут трудно сказать здесь тоже нет никакого образа все в том же самом стиле эрнста неизвестного вот этого что сумасшествие этого извращения извращения мозгов ну естественно решил навести справки кто же авторы что вообще каким образом это все кто это курирует встретилась мне статья антифашист в одесс в одесском город горсаду установили памятник по золоченному влагалищу ольга талова 26 ноября 21 год борьба с коронавирусом в украине перешла в гротескную форму в одессе сделали инсталляцию изображающую влагалище женщине в вибрионе коронавируса таким образом художник в кавычках она и говорит попыталась обратить внимание на рост количества домашнего насилия во время пандемии вот легенда составлена для того чтобы утвердить и поставить это уродство женский половой орган позолочен и вмонтирован в частицу коронавируса серого цвета а его создательница его яд создала свой шедевр в рамках программы о он кто-то ее прокурировал в рамках программы о он кто-то дал деньги на этот заказ и установил в городском парке то есть это делают власти одессы дескать время карантина в мире увеличилось в случае домашнего насилия томящиеся от вынужденных безделья добытчики избивали избивают от скуки раздражение своих близких автор задумки одесская художница 1988 года рождения она работает на одесской студии мультипликация еще декоратором кино тема эпидемии коронавируса волнует художницы уже больше года правда понаблюдав за пандемии и ее проявлениями она нашла в ней лекарства от скуки связи с карантинами и локдаунами но и так далее и так далее и так далее реакция хочу посмотреть вот даже я в шоке в одессе установили скульптуру ковид вагина чтобы привлечь внимание к пандемии домашнего насилия пи да правда прямо в одесском горсаду я в полном шоке отреагировал на инсталляцию татьяна мантян горсад одесса городская скульптура которую мы заслужили лаконично высказался по этому поводу местный журналист юрий ткачев сами одесситы возмущены таким проявлениями искусства и требует демонтажа инсталляции расположенной в центре города почему такое дерьмо устанавливают без согласования с горожанами кому это интересно чем помогла эта композиция борьбе против насилия негодуют жители одессы только больное воображение на такое способно меня интересует другое кто разрешил это выставить на всеобщее обозрение сейчас в моде гендерное равенство раз так пожалуйста рядом разместите золотой мужской орган иначе сексизм какой-то получается пытаются шутить одесситы да жаль что умер живанецкий наверное бы он сам одессит обыграл бы это очень интересно вот одессит дмитрий мороз считает памятник очень актуальным по его мнению композиция очень точно отражает состояние вещей в украине да и в мире в целом городские власти пока отбиваются тем что скульптуры презентовали в рамках международной инициативы оон 16 дней активных действий против гендерного насилия а потом ее снимут но я не знаю сняли ее или нет на сегодняшний момент по данным оон 2020 году из-за пандемии короче они вот сочинили эту эту сказочку для того чтобы в пиндюрить извиняюсь выражение но почему бы и нет чтобы вот это вставить в городском саду где играет духовой оркестр где на скамейке где сидишь ты нет свободных мест но это вот когда-то было а сейчас вот такие времена настали вот вот такое чудо я навела справки по поводу автора евы яд ну видим просмотров немного может быть после моего фильма будет гораздо больше просмотров берут у нее интервью по поводу того что она хайпует у нее несколько не то что несколько много много таких работы именно с разными женскими половыми органами она на этом специализируется специалист такой но когда я наблюдал за ней не могу показывать этот фильм потому что это авторские права я могу просто вам рассказать я его посмотрела послушала интервью и у меня двоякое впечатление сложилось об этой женщине наеври когда она сказала о том что некий раввин ей предложил сделать еврейский паспорт ну или не знаю иудейство принятия она говорит что она сама неверующий то есть она атеистка она не иудейка и она ему говорит но это же тогда будет лицемерие а он ей на это ответил что лицемерия ты не грех и она это взяла на вооружение. То есть она эту фразу, то, что лицемерие – это не грех, она взяла на вооружение. Ещё из всего разговора я поняла, что всё-таки воспитывалась она в традиционных ценностях, и даже мама или родственники какие-то её старые знакомые не одобряют сегодняшней вот её такой программы скульптурной деятельности. Журналистка задаёт ей вопросы по поводу того, что всё-таки это хайп, она пытается сказать, нет, это не хайп, она делает то, что интересно, но её поведение, как психолог могу сказать, неконкурентно вот с этим объектом. Это цветок типа в виде розы, на самом деле это стилизованная её та самая вагина, и вот она её то так берёт в руки, то, короче говоря, этот цветок ей поставили, рекомендовано для снятия вот этого интервью, что она таким образом себя позиционирует. Но как она его теребит в руках и не знает, куда его действует, говорит о том, что вот это самое женский половой орган и вот эта инсталляция, то, что она пытается показать и демонстрировать ей, её натуре или какой-то её части, не свойственна. Значит, она себя где-то ломает или сломала, или перешла через себя, и она об этом несколько раз повторила, через некие старые программы, шаблоны, ну якобы она к свободе там идёт. На самом деле она, по всей видимости, где-то сроднилась с ними, с этими ребятами-сатанистами. Хотелось бы, наверное, посмотреть её многие работы. Я думаю, что там будет эта сатанинская символика, потому что в одном местечке это мелькнуло. Сейчас попробую найти. Вот ещё, говорю, она теребит этот цветок. В процессе видео это видно, что не знают, куда его деть. Она неконгруентна с ним. Вот теребит потом. То есть сюда его положат. Вот на картине, на заднем фоне, есть вот этот значок, три шестёрки стилизованные, сатанинский знак. И вот кругом её эти замечательные, авторские. Ей позируют женщины такие же. Вот такая якобы современная скульпторша, художница. Не бесталантная, не глупая. Ну и вот видите, она его засунула, этот цветок, под коленку. Он ей мешается, явно он ей мешается. Но режиссёру, кто или она сама это так решила, не отследив, потому что она была довольно искренне в разговоре, а вот этот момент она не отследила. Всё невозможно отследить, невозможно. Поэтому здесь она прокололась. И я могу сказать, что в ней есть часть, которую она ломает. Она борется с ней, она её доламывает, добивает вот эту человеческую, настоящую суть, вот и женскую, потому что ей с этой части тоже неловко это всё демонстрирует. Но она и патирует, она переходит сама через себя. Она пытается самой себе доказать. Ну и всем остальным, наверное. А её в это время используют. Возможно, ей кто-то рекомендовал именно заниматься этой работой, именно вот таким вот хайпом. Как вот, ну хотя она говорит, это не хайп. Есть ещё книга, думаю, тоже не случайно здесь лежит, таким образом, название на камеру. Кэш из Кинг 2. Наличные деньги. Король. Я пока не знаю, что это означает. Наверное, что это означает, не случайно здесь лежит эта книжка. Вот такие дела ещё в Одессе происходили в 21 году. Что сейчас? Сейчас, наверное, будет не до вот этих женских половых органов. В городском саду. Надеюсь, что эта специальная операция, она очистит не только от нацистов, не только Украину, но и наших внутренних сатанистов. Будет большое очищение, в конце концов, потому что народ, простой народ, от всего этого устал. Но о семье Эрнста Неизвестного, о его маме и о той структуре, которая существовала в СССР, мы всё-таки поговорим тогда в четвёртой части. Благодарю за внимание. Подписывайтесь на все мои каналы. Благодарю всех, кто поддерживает канал. С вами была Галина Кунышева. Всех вам благ.